Так получается, ну как получается, собственно, меня друг когда-то заинтересовался Игнатием Лапкиным, Вот, и, собственно, весь узел и завязался, он вас заочно прекрасно знает, мне рассказал о вас, о Лапкине и прочие ситуации, ну, я сам беседу в словах, из Белоруссии, сейчас, как хорошо сказал отец Сергей Бирюков, говорит, смотрите, как границы разрезались, разорвались, уже и Белоруссия тут уже за руку можно подержаться. Поэтому, как-то вот, ну, удобно пообщаться, ситуация непростая, поэтому я, если у вас есть немножко времени, ну, затронуться, это не может быть. Есть. Понимаете, непростая, у нас настолько разные взгляды на жизни, на разные ситуации, я, к примеру, сложного ничего не вижу в этой ситуации. Для меня все очень просто, допустим. Я вижу, что Игнатий Тихонович сохраняет духовное спокойствие, я вижу, что люди находятся в таком беспокойстве, вот, а что тут серьезно? Им надо просто успокоиться, да и все. Ну, в этом смысле, да, но дело в том, что, вы знаете, я лично, вот, обеспокоюсь бы, вот, чувствовал бы, по большому счету, вот, да, ну, как, может, сначала просто. Разговор и, собственно, вот эта ситуация, это хорошо, что она есть, поскольку, действительно, не все так однородно и не все так просто. Мне нравится в этом смысле определение отца Диакона Андрея Кураева на этот счет. Он говорит, когда организм живой, он претерпевает там изменения, и, собственно, церковь наша, как живой организм, она, у нее то температура поднимется, то упадет, то и прочее. То есть, это, это хорошо, это характеризует живые организмы. Безусловно, так, но дело в том, что, понимаете, наш организм, он церковный, он такой, непросто его определить. Можно сказать, там, церковь наша не в бревнах, а в ребрах там, и на этом и закончить, но на этом, как раз-таки, только и начинается. Дело в том, что вот эта неоднородность наша церковная, она и может служить поводом для беспокойства, поскольку для сильных это возможность поразмышлять, а для слабого это соблазн. Вот поэтому, может быть, и беспокойство в этом плане, оно в определенной степени должно иметь место. Мне нравится, как вот, определение. Умный человек, он всегда переживает по поводу выбранного, избранного, принятого решения или принимаемого. Вот, другое дело с человеком особо неотягощенным, там, ни критериями, ни информацией. Дело в том, что, согласен, чем больше информации, тем решение принять, на принятие решения нужно отвести больше времени. Я сейчас объясню немного ситуацию, допустим, если брать церковь, да, в основании своем. Вот у нас, как бы, принято, нам Христос дал такое определение, видеть в людях или горячее, определяйте, или холодность, да. Люди или горячие, или холодные, теплые уже и вообще не подлежат насмотрению. Вот, то есть, если бы ты был холоден или горячий, конечно, она, вся жизнь, вот это все бурление заключается, вот в этом, как бы, перепаде температур. Сегодня мы холодные, завтра горячие, на этом, как бы, и варится вся церковь, то есть, созидается, вот, на делу Ниашу. Мнения у нас каждый день меняются. Сегодня мы холодные, завтра горячие. Кто знает, как оно завтра будет. Сегодня мы дадим одно определение, а завтра совершенно по-иному. Человек просто может в одну секунду, разумеется, или потерять, наоборот, разум. Как мы можем что-то определить? Что так меняется? Как вы, это, у Булгакова все настолько зыбкое будет в этом мире. Так что, я не знаю. Я вот, допустим, эту тему мы усудим долго уже, да. Ну, я, в принципе, изначально занял позицию такую, что я против, как бы, вот этой всей активности. Ну, я и от Сусвердин говорил еще летом. Я говорю, оставьте это дело, потому что оно изначально беспочвенно, вообще-то, делает, вот, в принципе, и плодов оно не даже никаких. Вот, плодов, плодов не будет. Вот мы видим, сейчас уже прошло там заседание, это какое-то непонятное, да. А ты, в чем плоды-то? Ну, умрет он завтра, Игна Тихонович. Останется, все дела-то его останутся. Как шли к нему, так они и будут идти. Чтобы уничтожить все дела, они неуничтожимы абсолютно. Ну, а в чем-то, в чем тогда работать? Вы даже не представляете, сколько там труда положено, вот на эту работу, на определение выисквений, вот эти подкопы, понимаете? И все, и это же не на чем. А кто нас на этом, вместо вот этого делания, мы доброго делания не делаем. А сколько бы мы могли вместо этого, допустим, ну, а люди-то умирают, посмотрите, они прыгают с высоток, попадают под машины, матерью своих детей убивают, понимаете? И в это время мы бы туда могли быть. А вот оно вообще никуда уходит. Это же оно никуда уходит. Зачем это все? Сергей, я согласен. Дело в том, что... Я согласен. Если вы не собираетесь, то расточаете. Это безусловно. Если мы в это время не заняты деланием, то безусловно, ну, это все понятно. Но дело в том, что смотрите, падают с высоток люди, матери аборты делают. Много ситуаций можно найти совершенно житейских, да? Но смотрите, при этом падающий с высоток, если даже и позовет с собой, падайте за мной, тут как бы, ну, и вы, и я, ну, мы скажем, ну, глупо, ну, как, зачем, смысл какой. А здесь идеологическая подоплека есть этому. То есть ситуация, она как бы неоднородная и не так проста, как вот вы говорите, да, мне как, на взгляд, она достаточно простая, просто не надо ее трогать. Да, допустим, вот я почему-то аналогию вспоминаю. Допустим, вот любят религианцы и прочие там вот, и же с ними, вот любят говорить насчет переселения душ и говорить о том, что, в принципе, этот вопрос обсуждался на одном из вселенских соборов. Ну, конечно, сложно взять, восстановить, допустим, материалов первого собора. Его, как таковых, его нет. Он имеется в списках, мы знаем, что вот тут, поэтому и учение церковное, оно и восстановило эти моменты по спискам, по спискам, по сохранившимся каким-то свидетельствам. И даже свидетельства, они имеют характер такой, вместе, ну, не всегда согласны, не согласуются, не всегда. Там, допустим, по количеству членов собора, участников, нету согласного мнения. Вернее, приняли согласное мнение, но его одного единого нету. То есть, вот даже так. И вот, они говорят, на одном из соборов обсуждался вопрос о реинкарнации. Даже намека на то нету. То есть, говорить об этом просто глупо было. Ну, это не согласуется никак с учением Христа. То есть, поэтому, зачем об этом говорить? А здесь, в данной ситуации, мне кажется, все-таки, я не говорю о широком освещении, либо о каком-то негодовании, либо общественное мнение поднятия. Нет, просто, ну, эту ситуацию обсуждать надо, потому что она не простая. Человек представляется и говорит, я православный, и вы знаете, я верю в Христу, и то-то-то-то-то-то-то. Я с ним согласен, допустим, что нужно подниматься на проповедь, нужно все... Но, с другой стороны, понимаете, вот, весь мой жизненный опыт, он говорит еще и о том, что просто так проповедовать... нужно проповедовать жизнь, прежде всего. Нужно проповедовать словом, слово твое пускай не молчит, но дело в том, что прежде всего крупный должна быть от жизни. Я общался с людьми, я сам и работал, и работаю, и строителем, и, то есть, не вчера я с работой, у меня большая семья, мне нужно об ней не заботиться. Поэтому вот эта вся суета, беготня вокруг меня и своим участием, она имеет место быть. И вот я общался с людьми совершенно далекими от веры. Совершенно далекими от веры. И тоже я... Бывало, что и где-то и... горлом пытался брать, и прочее, и расстраивался, и там... И как-то переживал это, и молитвенно переживал, и по-всякому переживал, безусловно. И пытаюсь себя научить одному, проповедуй жизнь, прежде всего жизни. Как говорить, тоже... Ну, я не знаю, уже просто... Мы говорим, мы в теме, поэтому говорить вот о монашестве и говорить о том, что... Ну, это же проповедь жизни. Это же чистая проповедь. Говорить о том, что, допустим, какой-нибудь лес Фоулер или какой-нибудь иной проповедник, там, протестантский, привел к жизни во Христе людей больше, чем привел Сергей Саровский. Ну, это глупо. И мы понимаем, к жизни... Тут вопрос, естественно, задается, к жизни привел во Христе и не так, к знаниям во Христе. Ну, то есть, в любой момент времени мы сами себя не всегда можем вот ассоциировать и сказать, что да, я нахожусь в церкви. Я не всегда могу. У меня вопрос этот... Это очень личный вопрос, потому что... Ну, вернее, он правильный вопрос, он должен быть, потому что, если нету этого вопроса, как и нету Игнатия Лапкина, допустим, мы не задумываемся о том, что для нас значит Евангелие, что значит Писание. И вообще, насколько мы... насколько мы в тот или иной момент далеки или близки к Христу. То есть, поэтому он должен быть... И я считаю, что это хорошо. Это хорошо, когда есть... Как... Как... Рассказал Сергий, говорит. Ну, он не един, но тем не менее. Он говорит, без войны мы не очищаемся. То есть, вот эта вот борьба, вот эта вот какая-то напряженность в жизни, она должна быть. Если ее нету, ну, это уже сложно. Потому что это приводит к застовию. И любимое выражение моего приятеля, он говорит, Есенина читали, когда его прятали под подушки. Вынуждены были прятать под подушки. Сейчас все в доступе, и единицы там острогаются его талантами. Ваши вопросы. Я понимаю, о чем вы говорите. Вот, к примеру, у меня тоже сердце не раз, ну, как бы воспалялось, глядя вот на деятельность там Агнатики Тихоновича. Не все нравится, конечно. Ну, и в то же время я ловлю себя на мысли, я понимаю, что я-то не первый вижу все это. Вот я не первый. У него полувитовой опыт. Вы представляете, сколько, ну, вот таких вот монстров обломали, об него зубы. А кто я такой вообще? Чего я могу там ставить? Там у Дикопитик моей некуда совершенно ставить. Вот. И я думаю, ну, на другом можно себя пробовать. А здесь я как бы вот прошел, ну, я с ним там более трех лет знаю его и работаю ему вместе. Ну, сына Тихоновича помогал там по сайту, ему там вот. Знаю я его так немного. Я вижу, что нет в этом плода как бы смысл. Ну, смысл в чем? Мы же хотим внести какие-то изменения. Ну, человек же укоренившийся, устоявшийся во мнении. Старый человек, старого человека невозможно изменить, невозможно ему что-то донести. Ну, как это? Надо технически подходить к вопросу. Ну, вот что мы хотим, да, изменить. Вот мое желание, допустим, я хотел бы, конечно, но это с моей опять точки зрения. Я вижу в нем какие-то вот, ну, можно сказать, не наработки в его там, по его жизни. Вот не ли с моей страны, мне хотелось бы, конечно, ему что-то изменить. Ну, мы-то что можем, что мы можем вообще? Человек меняется, собственно, сам с помощью Божьей. Мы можем только повлиять на выбор его той или иной поведенческой мотивации. Дело в том, что, смотрите, какая интересная особенность. Дело в том, что, если так вот подробно рассматривать, ну, я, может быть, со своей кочки зрения, это, ну, безусловно, это моя кочка, наверное. Вот, и он говорит, вот в его высказываниях, в его подаче христианства, в подаче учения, у него есть многое от несдарианства, многое от тех же пелагианцев. То есть все, почти, почти все ереси первых веков, вот первых пяти веков, буквально почти все у него имеют место быть. Поэтому ничего нового, ничего нового нету, безусловно, нету. Но вы говорите просто, я не вижу ничего. Да, безусловно, страшно. Он не сможет церковь разрушить, как столк и утверждение язык. Он не сможет ее подвинуть. Но увлечь за собой и привести вот к таким вот... он все-таки это делает. Или подвинок, или в шатане. Да. Он все-таки это делает. И поэтому, когда люди близкие там, вот священники и прочее, когда они чувствуют беспокойство, это не то беспокойство, как говорит он, а бояться за свою шкуру. Я другу мрачно пошутил, поэтому говорю, видишь, я пошел в семинаре учиться, почувствовал, что я, в принципе, уже по своей негодности уже больше никуда не подхожу, поэтому по Игнатию Тихотовичу я уже как бы готовый, отъявленный, ну и прочее, прочее. Ну, мы знаем, что он так пошутил. Но это... Меня это как бы не задевает, потому что, ну как... Я знаю свои грехи, я знаю то, что... Чем дальше живу, я только больше наблюдаю ну и прочее. Ладно, я об этом речь, не об этом. Это отдельный разговор, в отдельной ситуации. А на самом деле, вот, беда в другом. Беда в другом, беда в том, что люди, даже вот они не грибаются, но я просто читаю комментарии, и некоторые говорят, ой, вы еще дорастите до него, он мне там глаза открыл, он мне прочее, там прочее. Дело в том, что, безусловно, человек умирает от жажды, он бежит в первые лужи. Как-нибудь там цедит, ледница, не цедя, хватает там с букашками, с козявками, безусловно, он на какое-то время возвращается к жизни, потому что он, испытав потребность в воде, он именно ее и получил. Но те букашки и козявки, которые попали, они свое дело начинают делать в организме. То есть, он от жажды спасся, но это не значит, что он будет дальше жить в полноценной жизни. Неизвестно, какие изменения произойдут в нем внутри. Поэтому, тут, даже не вся священная слово Господне, мы должны понимать, насколько это серьезно, насколько к этому делу, я говорю, я обычно, вот так вот, когда мы говорим, я говорю, вы смотрите, ну, это замечание относится к различным моментам, разговорах, какие происходят. Но, как вы смотрите, как переписывали всегда священное писание, допустим, евреи, да, а не положенное количество омовений, положенное количество молитв, там, наличие какой-то одежды, наличие какого-то духа, и не просто какое-то, а бы какое чернило, не просто, а бы какие писало, то есть, не просто, а бы какой материал, все было очень четко продумано, и отношение было, вот тут уже понимаю, что ни один, ни одна черта, ни одна йота, ничего не придет, то есть, ничего не изменится, все должно быть на своем месте. Как вы, кстати, сталкивались, что такое черта, что такое йота? Отец, Алексей Няяев, хорошо говорит, черта этого черта, а йота вот, крест получается, говорит, поэтому мы должны к священному описанию очень бережно относиться, никогда бы не задумывался, что это получается крест, и никогда бы не задумывался в других моментах, это священно для нас должно быть. А когда мы начинаем запрыгивать на свою кочку, кепку, левую руку, правой махаем, показываем направление, то в очередной раз в наше направление оказывается не в ту сторону. Хотя, вроде бы, как бы вектор задан верно, но отклонение неизбежно, потому что мы пытаемся через себя, это как хорошо сказал отец Сергий, его надо понять, вот это, который ваш собеседник, последний, Дудко, Дудко, да? Дудник, да. Он хорошо сказал, говорит, у нас просто в Беларуси есть тут кое-известность, у меня с самого... Так вот он говорит, мы должны понимать, ой, мысль, вот как-то он сказал, ссягивание вот это вот, а, что он влюбляет в себя. Никакой человек, никакой проповедник не должен любить, он должен любить Христа. Он должен любить Христа. Он максимально должен в этом свете Христом раствориться, чтобы его даже не затенить ни капельки, чтобы человек не испытал к нему. А он влюбляет в себя, это называлось всегда у нас на духовном деле обаяние. то есть, к хорошему миру слова, говорит, а что такое, а я обаятельно, аккуратно снял, да? Я понимаю, вот допустим, начну вот с источника, да? По этой, источник воды, ищет человек, жаждущий. Ну, понятное дело, а где они, эти источники, да? Они как физическому уровню уже воды в городе не найдешь настоящей, так и такой духовной-то воды, а где ее искать? Ну, правильно, акции надо считать, надо изучать, понимаете, для этого нужно родиться с головой, который, с мозгом тем, который способен к размышлению, но человеку, которому проще взять, услышать, вырвать, повесить на себя какую-то подходящую такую одежонку и все, и побежал дальше. Человеку, мыслящий, человек, который, который ленится просто думать, а как ему навяжешь этот источник, если ему больше как по вкусу немного с болотистой водичкой там, ну, я не знаю, как сказано, жаждущие, это, кто жаждет, то гиги петь, да? Идейные источники, да, идейные источники принимать. Дело в том, что да, безусловно так, но... Источники, а где, а где они? Ну, а куда? А что могли бы порекомендовать вот людям, допустим, сегодняшним людям? Вот, вот тут один ответ. Я могу сказать одно, что дело в том, что мы опять же вернулись на ту ситуацию, что ситуация, опять же, далеко не такая простая, как она может показаться, если мы ее сужаем до определенных моментов. А если брать ее вот во всей перспективе, то она становится, ну, довольно, ну, по меньшей мере, довольно занимательной. Вот. Это по меньшей мере. А на самом деле она становится очень пестрой, разнообразной и приводит к тому, что вы говорите, а где же эти источники тогда в таком случае? Я бы сказал, что церковь жива, она живет, и в ней в любом случае остается дух проповедничества. Я сам, вот могу по своему опыту сказать однажды, ну, у нас, вот, приказовый священник, он не такой он, он же и красноречивый, не такой он же, и там весь прям белый, пушистый, в смысле своей жизни, как бы, то есть, пробуясь жизнью, да, но тем не менее, однажды меня одна женщина хорошо заметила, ну, конечно, во мне живет такой вот, где-то какой-то бесенок такой, когда мне кто-то хвалит, я начинаю присматриваться пристально, и, и, и вот такой внутренний мой бесенок говорит, аааа, смотри, но, слава Богу, научился я его не слушать, и все это ограничивать внутренней своей борьбой, наружу не показывать, но я улыбнулся, говорю, и чем он вам понравился, она говорит, он такие шикарные проповеди, говорит, и тут у меня вырывается этот гад внутренний, и я говорю, ну, конечно, он же считает Иоанна Слатоуства, где мы их держим, но вот он же считает проповедь, что же плохого скажете, вижу в отцех, наш, вот, отцед Иоанн, конечно, великий святой, она говорит, вы знаете, я не говорю о тех, которые он читает, я говорю о тех, которые он говорит, то есть, понимаете, ищущее ухо, оно найдет, только мы должны понимать, что Господь к нам приходит в духе смирения, не в духе поиска знания, либо не в духе там, а вот смирения, и я сам себя помню, как я пришел к Богу, я не был смиренным, я не, почему-то не получается у меня быть смиренным, какой-то вечный путь, какого-то такого, путания в своих собственных, каких-то висящих, каких-то, как тот матрос, без козырку, заодно наперед одел, и говорит, когда это камыши закончатся, ничего я не могу понять, таки у меня, вот, когда эти камыши закончатся, я не знаю, я все через них пробираюсь, так вот, это самое, я не, 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 не в духе смирения, но в духе милости Божьей пришло это учение, пришло это знание, когда я просто взял и раскрыл Священное Писание, всю жизнь до этого пытался его понять, открывал, почитаю что-то, закрою, и, и ничего, вот, ноль, чистый лист, как был, может даже еще, какие-то хуже, потому что, какие-то, что-то безусловно откладывается, но воспринимается, оно организмом моим духовным, совсем по-другому, и, одного человека даже от монашества, отвлек именно тем, что своим мудрованием, как ему начал, помню, в свое время говорить, и он, растерявшийся весь такой, испытал большую духовную брать, вот, вот, такие мудрования, а потом пришло время, когда, просто, Господь взял, и, и по милости, помог мне, и я открыл, я уже не смог закрыть Священное Писание, просто, не смог закрыть, и, и оно вот именно вливалось, а потом дальше уже, я просто начал ходить в церковь, слушать проповеди, слушать, общаться, читать книги, и понял, что, в принципе, где-то, по своей милости, Господь что-то нашел во мне такое, вот, что нужно было, поэтому, и Игнатий Тихонович, он, он должен быть, он имеет место быть, это необходимая фигура, но, как, вот, мы, вот иногда медики говорят, вам нужны эти таблетки, очень нужны эти таблетки, но, вы знаете, у них побочные действия на желудок, такое серьезное, вам надо перед этой таблеткой, принять вот эту, вы ее примете, потом через полчасика, примите вот эту, потому что, ну, так, так надо, и мы не изучаем полного механизма биохимии, там, человеческой, да, чтобы, для того, чтобы понять, что там таблетка делает, нам этого не надо, мы верим человеку, который нам это говорит, и воспринимаем так, то есть, ну, а авторитет церкви, которая должна нам, как бы указать, вот это лечение духовное, ну, он, он в то же время, и подрывается, вот этой пилюлей, которая, слушая, сейгнатической, сладкой, то есть, он говорит, не надо вам эти таблетки, вообще, из репликов, вот, вот я, истинно православный, вот мы, приезжайте к нам, мы вам все расскажем, все объясним, но, я немножко утерирую, мы просто знаем, о чем идет речь, поэтому, я не хочу, ни в каком случае, чтобы слушали, что, я понимаю, что все не так просто, и не так однородно, и в словах даже, Латкина того же, поэтому, все рождается, ну, одним словом, дух проповедничества, все-таки есть в церкви, и, если, слушать, вот, как эта женщина сказала, у него замечательная проповедь, то, то, чего я не замечал, то, к чему я уже, как бы, проехали, я уже, с высшим образованием, православный, пожалуйста, мне диплом нещите, я уже все знаю, да, спасение от меня далеко, потому, что я все-таки, по-своему, как фарисейство где-то, да, ну, но, тем не менее, что он там уж такого яркого говорит, то есть, вот, вот эта вот борьба внутренняя, она у нас постоянно есть, и постоянно, поэтому мы не в каждый момент можем сказать, что, ох мы, ох мы, а когда человек говорит, таинство, да что вы, он, он причащается, даже бесноватые они, он мне звонит, я смотрел внимательно, на этот ролик, вот где там он обвиняет молодого парня, говорит, вот, что ты беснуешься там, что ж ты беснуешься, а он говорит, вот вас зычит, Игнатий Тихо, почему вас зычит, то есть, они, примерно были в одном духе, в духе желания обличить друг друга, не больше, то есть, это надо, вот эти разговоры, их нельзя вести в таком духе, потому что, люди, которые видят, это все публично происходит, люди, которые это видят, они, безусловно, ну, то есть, ну, выбирают, безусловно, выбирают, а тем более, вот это, как себя церковь, иногда, вот, ее представители ведут, и все это, тоже публично, сейчас, время информации, информации хватает, и мы живем, в таком информационном поле, плотном и насыщенном, поэтому, все это тоже, оказывается, я вот, что бы, по-другому сказать, вот, к примеру, вы, когда говорите, допустим, что, ну, впитывают его люди, в основном, такие, ну, не совсем знакомые, да, с церковью, вот, я таких людей, ну, немного, вот, знает опыт, трехлетний, там, четырехлетний, общение с Инатихнычем видел, допустим, тут, совершенно, другое, я вижу, наоборот, людей грамотных, церковных, вот, и, ну, мне уже не один человек писал, ну, я, можно сказать, я их называю, так, почитательный Игнатих, ну, я тоже, в какой-то степени, отношусь к этому, но не совсем, вот, ну, а есть люди, которые, которые мне говорят, ты, в тебя, Игнатий Тихонович, не вмещается, вот, то есть эти люди как-то определенным образом вместили его в себя, то есть они живут полностью по его образцу, вот я что считаю опасным, мы не можем, не можем повторить его никак, мы не имеем права даже такого, потому что Игнатий Тихонович это Игнатий Тихонович, он один в своем роде, мы каждый должны созидать своего внутреннего человека, ни в коем случае не копировать, я не буду, конечно, на фамилии, имена называть, но вы знаете, о ком я говорю прекрасно, вот она в виде опасность, Игнатий Тихонович, ему все можно спустить, например, люди копируют его, я считаю, это опасно для тебя, я с вами абсолютно согласен, абсолютно да, можно сказать да, с небольшими такой маленькая оговорка, что духовно окрепшие люди, вы говорите, пытливые, умные, интересующие, которые в принципе духовно образованные, духовно образованный человек, на мой взгляд, это самое, вообще нету таких, такой категории в принципе нету, есть люди просто знакомые с учением той или иной степени, духовно образованного человека найти очень сложно, поскольку, допустим, любой человек обязательно, у него какие-то будут обязательно девиации, вот я допустим, вот допустим самое простое, что приходит сразу же на ум, неоднозначная фигура, и такая известная в принципе, Калис Туэр, так же ведь? Слышали такого епископа? Нет, 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 такой интересный епископ, очень христианин, серьезный, принял православие, пришел от протестантизма, вот, и он ратует уже в рамках церкви православной, ну, зарубежник, говорит о том, что нам нужно очень серьезно подумать об институте женского священства, почему? А потому, что говорит, как говорит апостол, во Христе уже нету ни людей, ни едино, ни мужчины, ни женщины, то есть, зачем мы сейчас говорим о гендерных различиях, так, то есть, он не хочет очевидности видеть, так, а при чем-то, да, у нас браки, вот эти обыкновенные, если уже нету ни мужчины, ни женщины, то есть, нельзя сводить житейскую плоскость с духовной, то есть, есть, от духа, как говорит апостол, тоже в другом месте, говорит, вы, вместо учений божественных, это не апостол, это пророка, это открытый светло, говорит, вы уже, вы отняли божественное учение, и живете по земным установлениям, и поэтому у вас получается, что отвергли духа, и уже не в духе ходите, и получается, мы просто хотим, друг у меня любит это выражение, он говорит, розу белую, с черной жабой на земле, обмечать мы хотим, вот это, и то есть, и вот даже епископ, человек в писаниях, очень духовно грамотный, он не просто так, он пришел из протестантов, а вы сами знаете, как хорошо протестанты, выделяют внимание, священному писанию, то есть, очень хорошо, я говорю, это нам урок, нам урок, большой урок, смотреть, вот у меня сосед здесь, просто баптист, и для меня это великий урок, Гена, не считай, что ты что-то знаешь, что почитал несколько раз священное писание, и ты уже думаешь, что знаешь его, читаю его каждый день, то есть, мы знаем от святых отцов, надо читать каждый день, но тем не менее, у нас то дела, то мы говорим, ну ладно, почитаю, что сегодня просто на день, что там, дневные чтения в церкви, ага, ну почитал, ну и уже считаю, так вот, уже растут крылышки, там уже считаю, ох, какой я молодец, вот я все-таки живу в церкви, да, то есть, вот, вместо живого слова, которому мы обязаны просто в себе, постоянно, чтобы оно у нас росло, мы уже где-то там, пусть мы не говорим, но мы молча соглашаемся, православие, это наше спасение, все, и мы ставим, православие равно спасение, и дальше в скобочках, мое, то есть, мое, я спасен, достаточно, чем мы отличаемся от баптистов, которые говорят, уверен, не спаслись, тут раздельный разговор, поэтому, я считаю, люди, что не обязательно, это люди будут, они просто поверили, они просто увидели человека, ему поверили, вот, и он опять затмил собой свет Христа, то есть, ну вот, мы опять же, крутимся вокруг вот этого вот утверждения, то есть, они ему поверили, не обязательно просто они увидели в нем, как-то духовную высоту, глубину, они ему поверили, он говорит, это говорит Иван Златоустый, то есть, опять же, помяну Кураева, он очень красивые фигуры, речи иногда, употребляет, хотя, мое отношение, опять же, не ко всем его словам, хорошее, но тем не менее, он сказал, вы, когда вам цитируют священное описание, вы обязательно посмотрите сверху и снизу, фразы вырунные из контекста, потому что, говорит, как, и тут он, конечно, фигурально, фигура такая, говорит, как в пивную, зайдя, вы же говорите, ждете отстоя пива, потом требуется долить, то есть, таки тут, требуйте после отстоя обязательно долить, вам сказали, и вы, говорит, долейте это утверждение, потому что попадете в просад, поэтому, и иногда, очень часто, вот, вот эти полемические моменты, у нас есть учение святых отцов, у нас есть учение истинных подвижников духа, куда бежать, куда бегу, как-то, мультипликационная, ворона говорила, куда лечу, куда хочу, куда лечу, зачем лететь, если оно все есть, все есть, все у нас в таком достатке есть, поэтому, просто надо смиренно взять свою личную плоть, не буду называть это пятой точкой, посадить и заставить это все изучить, посмотреть, к этому сердцем прижаться, не найти, Господь укажет, молись, проси его, как этот, как это его организовал этот, Apple, по-моему, Дарген, называл, как-то он, парень, Стив Джобс, да, он говорил, он был верующим, католики, вроде там, или, что-то из прессанских дониминаций, был христианином, вот, и в один момент он сказал, а что это такое, Бог жестокий, он дает смерть младенцам, как это, за что, в чем, где-то он такой добрый, что-то за Бог такой, кого вы мне нарисовали, пошел к своему пастору, то говорит, ну понимаешь, Бог по милости это дает, та-та-та-та-та-та-та-та, вот, и он говорит, ничего себе милости, вот, вот, этот детский ум его не выдержал, он гений в вопросах экономики, техники, гениальный человек, он создал целую отрасль, корпорацию, и прочее, прочее, можно говорить о чем угодно, в связи с этим, но, тем не менее, его мозг не выдержал этого испытания, может, мне скажут, детский мозг, может быть, но он интересовался после этого, саентологии, которые очень умные, там столько нагромождений, фантастических, и в итоге оказался, ну, духовно не тем, вот, а надо было, как один батюшка сказал, а ты у него спроси, поговори с ним, у него спроси, а мы ищем дорогу к Богу, без Бога, мы хотим найти и сказать, апа, привет, я тут, я пришел, ты меня говорил, приходите ко мне, все труждающиеся обремененные, вот, я пришел, ну, то есть, сюрприз для него какой-то, не надо сюрприза, на этом пути сюрпризы, это яма, вот, поэтому, искать без него, он сказал, я есть путь, и истина, и жизнь, он путь, которым надо пройти к нему же, то есть, вот это, это, не надо нагромождать, просто, это все в одном, они все по отдельности, это, я согласен, полностью согласен, я вот, сейчас на память пришел, собрание, их последнее собрание общины, ведущие там собрание, вот, он сказал, так, а почему мы должны ждать именно смерти наставника вашей, то есть, как в описании, бедаевской, на смерти наставника, и потом уже подражаете им, да, вот, и вот я смотрю, допустим, и каждый раз тоже, бедаев над тем, что люди в общине абсолютно, не знают ни жития святых, ни отцов, они не читают совершенно, они доверяют Игнатию Тихоновичу, ну, я не знаю, за, допустим, за Древенскую общину, я говорю, за Градскую общину, да, вот, люди доверяют Игнатию Тихоновичу, и Священному Писанию, вот, вопрос преданий для них практически не существует. Да, безусловно, но дело в том, что, я, я, маленькая ремарка, они доверяют Игнатию Тихоновичу, и Священному Писанию в понимании Игнатия Тихоновича, то есть, да, вот, да, вот, потому что это самое, безусловно, Господь не только с бичом выгоняет, торгующих в храме, но Господь всей своей жизнью проповедует любовь. И если мы будем наблюдать только, вот, видите, как он все-таки, как многие, вот, на форумах, безусловно, все ролики бурно обсуждаются, и ваши, и Игнатия Тихоновича, я имею в виду объединенные вот эти темы, потому что тем на самом деле многое, каждый просто выбирает ту тему, которая ему ближе. И вот, большинство из замечаний там говорит, отмените симонию, и отмените торговлю в храме. То есть нету других замечаний в духовном плане, в церкви православной нету других замечаний. И мы можем сказать, хорошо, все, давайте мы отменим торговлю в храме, мы поставим отдельно ларечки, пускай будет там та-та-та-та-та, и осимонию, не каждый, кстати, даже и задумает, симония, подожди, а что это симония? Ай, ну ладно, ну, заодно, может, симония где-то отменится. Но люди церковные знают, что это такое, они, естественно, зададут вопрос, подожди, а как? Чем мы торгуем духом святым, что ли? А чем? В чем тут симония? Подожди, зачем? И он скажет, естественно, да-да, вообще, короче, это ерунда, и торговля в храме, и симония, ерунду какую-то заводит, тихо, лишь бы только к себе привлечь, как бы адептов, более легким путем. То есть, это не диалог, это не диалог, это четыре кошки в разных углах, и каждая кошка держит на хвосте кожу, три кошки, отгадай загадку, что это? Это не о чем, это не диалог, это просто плевки, отдельные плевки без желания понять и услышать друг друга. И желание услышать друг друга у нас не будет, потому что мы, допустим, адепты, ну, можно я воспользуюсь этим словом, адепты, Игнатия Тихоновича, они говорят, а зачем нам думать? Игнатий Тихонович очень прекрасно на эту тему сказал, и он прав, и я под его словами подписываюсь. То есть, человек, где-то свою мыслительную деятельность, он отводит право на мыслительную деятельность Игнатию Тихоновичу. И Игнатий Тихонович сказал, вот как сказано у Ивана Златоустого, все, и достаточно. Он сам не пойдет к Ивану Златоустому, не откроет у него там, ох, Иван Золотый Устал, что ты, оказывается, говоришь. Оказывается, ты не просто так крикнул из своего угла, а ты очень обстоятельно на эту тему поговорил. И эта тема действительно заслуживает пристального внимания. Можно, конечно, сказать, что, а и зачем ей там, допустим, погибли эти пассажиры самолета там, туда ими дорога, в гиении Могненной, вот здесь они испытали это. Я не знаю, я не буду говорить про Силамскую башню, я не знаю, зачем мне говорить насчет этого. Я не знаю, что это было, я не знаю, для чего это Господь попустил. Я знаю, что это нам, мы должны в этом, в этом плане, мы должны поплакать за людей, которые попали таким путем на свидание с Господом. Это, это сложный момент. Дорогие мои, я не буду говорить о том, что если бы мы горели, не знаю, помоги мне, Господи, понять это, если это надо мне понять. Но я прежде всего должен плакать и молиться за тех, кто умер. Это имеет смысл, имеет смысл молитва за любого человека. И Господь, может быть, видя то, что я иногда способен слезу проронить за ближнего, Он скажет, ну, в принципе, ты еще не окаменел, ну, давай, ладно, подожду я, может, ты еще что-нибудь принесешь в виде плодов покаяния. То есть, а благодать, это не просто дар Божий, это, как апостол Яков говорит, покажи мне издел своих, веру, покажи. Ну, вернее, Он говорит, я покажу тебе издел, прошу прощения. Он говорит, ты мне покажешь веру без дела, я покажу издел. Вот, то есть, вот эти дела, это и есть путь получения благодати. Мы, конечно, все любим подарки на дни рождения. Вот. Ну, приятное внимание. А внимание Господа тысячекрат приятнее. Но всегда ли мы утром просыпаемся и с готовностью говорим, слава тебе, Господи. Но всегда ли это первая наша мысль? Всегда ли? Вот, если мы зададим себе вопрос, всегда ли это наша первая мысль? Вот, именно первая, главная, основная. Бывает, конечно, Бывает, мы с молитвой засыпаем, с молитвой бывает и просыпаемся. Бывает. Не без того, но все-таки всегда ли. И поэтому тут это серьезный путь. Это вообще, вообще я рад. Спасибо Господи, Сергей. Вы уж меня простите, я рад, что мне удалось с вами пообщаться. Если это возможно, если ну, если вам от этого есть какой-то, то, ну, я был бы рад и дальше как-нибудь наконец. Почему? Интересно мнение людей. Ну, мне по этому поводу и пишут, и звонят, но, конечно, это приходится выслушивать, но многие, конечно, ну, серьезно так не подходит, человек может бросает, как бы он великом глядит и бросает комментарий, как бы, ну, совершенно не вдумчивый. Ну, есть, конечно, люди вдумчивые, вот, с отцом Сергеем, допустим, великого много, на эту тему тоже говорим уже и много, и долго, уже больше полгода, да, глядят. Ну, вот, у нас мы, как бы, приходим к общему знаменателю. У меня были люди, вот, из общины, да, они, ну, как, они понимают, что, если не станет Игнатий Тихонович, то и общины, ну, по крайней мере, и городской ее мгновенно не станет, вот, а потому, что там нет, нет отвергений фундамента, нет никакой карточной домики. Да, вообще, да, в каком-то смысле, да. Ну, я не знаю, мы даже, вот, семья была, я, как-то так, упоминаю Господа, но, друг меня просил, ты, если что, молись вот за этих, там, Александра, по-моему, хотели переехать к Игнатию Тихоновичу, такая, у них, по-моему, пять врача, там, и, и как-то не состоялся этот переезд, а друг, так, озабоченный, говорит, ой, что это, вот это, вот как это, вот я так, так переживаю за них, только бы они не клюнули на эту удочку, только бы не клюнули, то есть, понимаете, дело в том, что, и тут мне сложно говорить, только бы не клюнули, или клюнули бы, и, и поняли бы в себе, то есть, дошло через, Господа, что, все не так просто, что, Господь открывается сердцу смиренному, сердцу, ищущему, жаждущему, потому что, жаждущему пустыни, он натворил скалу, и вода полилась, жаждущему, там, пророк бросил, там, соль и источник стал чистый, то есть, жаждущему, он найдет способ дать воду, главное, всем сердцем на него положиться, а мы, мы, немножко, малодушны, мы говорим, ой-ой-ой, так, масло приходит к концу, масло мое приходит к концу, что это делать, за что я завтра буду, ой-ой-ой, что это мне делать, и вместо того, чтобы делать что-то духовное, во всяком случае, хотя бы одно простое, сказать, Господи, Господи, вот просто одно сердце стоит, Господи, я, я предаю себя в руки твои, себя в руки твоих, Господи, ты только мне помоги, а я пойду сейчас делать то, что я должен делать, то есть, ну, забот каждый день дает достатки, вот, и, а нет, он начинает милосердие, изобретать на завтрашний день себе дела, чтобы у него было масло, и себя оправдывает тем, что, если бы не было это угодно Господу, он бы мне таких помышлений не позволил, ну, борьба с помощью, это совсем другое, чем внушение от Господа, Господь говорит, что каждый день заботится о себе, не забудь о завтрашнем дне, тебе сегодня есть дело, и поэтому, вот это вот, наше духовное упование, оно начинает хромать, переживать, и, 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 и наша жизнь духовная, немножко приходит из порядочного устроения, в беспорядочное, мы ставим на первое место, десятый пункт, ну, и так далее, то есть, немножко путается, на самом деле, важно другое, и на него твердое упование, на него твердое упование, а он уже знает, как подать еду, или питье, вот, примерно так, и в духовном плане. мне сложно у вас, конечно, я вот с отцом, с Сергеем, там, допустим, говорю, у меня еще в Канаде, допустим, есть, брат, он друг, и все, у него тоже четвертый, на подходе, у вас, семеро, вот, апостол Павел, писал, говорит, а мне вас жаль, я такой жизни не живу, у меня, намного все проще, вот, я просыпаюсь, засыпаю только с Богом, и, как бы, Господь освободил, вот, от этих искушений всех, различных, у меня, я же говорю, люди приходят с улицы, да, и жалеют меня, а я смеюсь, они, они, они же не понимают, я говорю, ребята, мне вас жаль, я вас жаль, вы не понимаете. Сергей, да, дело в том, что, это хорошо, что в сердце есть жалость, и я знаю, что, как человек, Господь подавая скорбь, дает им большое утешение, мы, ну, так уж водится, мы обязательно, всегда в своем разговоре, между двумя человеками, обязательно в них присутствует, ни один, даже третий, их достатки, правила разговора, потому что, это такая жизнь, ну, по большому счету, так и должно быть, вот, и не обязательно, это Господь, третий, не обязательно, люди, если, вот мы тоже с Сатуром Сергеем говорили, он говорит, ну, я говорю, я ваш, а где вы нашли мой адрес? Я говорю, ну, мне помог, вот, Сергей, Козлов, ой, да, Сергей, ой, вы знаете, как хорошо с ним общаться, вы знаете, вот так ему, вот так ему тяжело, я говорю, вы знаете, да, тяжело, безусловно, но, вот, судя по тому, что я вижу, вот, вот, по его проявлением активности, как, как он себя проявляет, то, даже, я не то, что могу сказать, может, меня неправильно поймут, я рад за него, я просто вижу, что Господь вместе с болезнью святой, подает еще и многое другое, поэтому, хорошо, что мы видим это видимое, и переживаем это видимое, потому что, если бы я видел, допустим, вот, лежит мой брат Сергей, и я говорил, а, ну, ладно, там, крестик есть на шее, молодец, в принципе, ничего страшного, я понимаю, что там трубки торчат, я понимаю, что там боль, и я понимаю, что в этой боли Господь рядом, я понимаю все, что он не тот врач, который скажет, так, полосуйте его резьбе, там, положите на коридоре, пускай вылезет, нет, он как в рай, он будет до конца стоять рядом, и до конца будет смотреть за этим, за всем, это, это такой врач, который, у меня слов нет, это просто, это, он, он знает, для чего, что дает, и в этом он, поэтому он же и меня так же не оставляет, он же безусловно и мне это все подает, но просто, я быстро бегаю, вы не сможете убежать от благодати, а я от нее убегаю, он мне подал пилюлю, а я говорю, ай так, ну потом, выпью пилюлю, сейчас я побежал, побежал, прибежал, а пилюли-то уже нету, а я говорю, а что так, он говорит, ну ману только на день, она уже к вечеру, не собирайте ее впрок, она только, ну я сейчас немножко каламбур, такой, линегрит делаю духовный, но на самом деле, вот, то есть, мы, мы, поэтому, есть один старец, прекрасный старец, Царство Ему Небесное, мне сдается, что, не я за него молюсь, а он там за меня молится, вот, он, у нас есть такая, обитель монашеская, в Беларуси, в Гродненской области, значит, Жировицкий монастырь, не слышали такое, есть икона, Божьей Матери, Жировицкая, если есть, когда-нибудь выдастся минутка, вы, может, вспомните мои слова, посмотрите про историю, образа, очень интересная, вот, так это самое, если, ну, если, позволит Господь, вот, так это самое, вот он в этой обители жил, и мне посчастливилось в свое время, получить от него, небольшое напутствие, ну, мне, может, жаль, когда-то приходится, что, и так мало, ну, ну, наверное, этого было достаточно, потому что, больше я, как бы, не виделся с ним, так только, вот, у меня фотографии, и память внутренняя, и память молитвенная, вот, о нем словно так, так вот он, о нем, наш епископ, сказал однажды, я, женщина, собирается писать книгу, и попросила меня так, поговорить с епископом своим, он же был наместником, насильником, в обители, ну, и я, естественно, епископ, собрады, себе, и говорю, отчая, владыка, благословите, расскажите, что-нибудь, ну, и вот он, начал, и вот мне понравилась одна, он так говорил, он человек очень трезвый, очень, очень такой, в его речи, чтобы вот услышать там, о, духом просветленный, он там, он вот этого избегает, он такой, вы знаете, там, надо, прежде всего, нужен наш подвиг, нужно наше движение, осознанное, мы должны, там, он его такой, трезвый, такие проповеди, очень-то, такие, отрезвляющие, сразу, может, туда ищи, там, духовно, какого-то умиления, не всегда получает, потому что, ну, очень трезвый человек, и он такой, вот он был такой, прекрасный, он всегда там, молодец, записочки соберет, просворочки разнесет, там, он постоянно, на свечном ящике, послушание было, он очень экономный, этот был отец, метрофан, он пройдет, все братья полягут спать, он пройдет, свет погасит, то есть, такой, он пекся об обители, такой, молодец, такой был, я думаю, нормально, я у него прошу, какой он духовный, там, был, а тут, отец мне, владыка, тут, 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 почти час барабанит, какой он был, ого, в корзинке, там, просворки, начал, постоянно записочки, эти, где-то сядет, сам читает, где-то занесет напоминаю, а потом сам почитает, ну, хорошо, как бы, и тут он говорит, такую удивительную вещь, он говорит, ну, вот, болезнь его, вообще, вот, у меня такую болезнь, подозрение такое, что через эту болезнь ему, Господь, и дал этот дар, его старчество, дар вот этого, молитвы, поучения, то есть, через болезнь, если бы не было этой болезни, он бы, наверное, и, и не было бы этого дара, это особый дар, вы понимаете, и я тут понимаю, что мой владыка, он оказывается, вот, сладкое, сладкое зерно, прячет за очень толстой скорлупой, погрызешь скорлупу, молодец, насладишься сладостью, но, а перед тем, как порызть, постарай, поработай, нет, что так, прилетел кто-то, голубок, сразу поклевать, готовые зернышки, нету, что-то, вот, и так, и я думаю, вот как, если, ну, так, и, думаю, где же дух подвижничества, закрыт, так вот, сам себя, потом, на досуге, так, а он, вот, оказывается, рассмотрел, и видел этого отца Митрофана, видел, что он подвижник, видел, он это все понимал, но, как, как говорят о похвале, да, святой отца, говорит, прежде чем подать милостыню, пускай она запотеет у тебя в руке, пускай она у тебя запотеет, ну, мы говорим, ну, про милостыню, а, это он провелся, нет, это еще не только провелся, это еще и похвали, мы уже, ох, какой молодец, ох, какой вы, Сергей, молодец, видите, у вас вот, Господи, вот, вы его вот нырнули, а вот теперь, а видите вас, как он наградил, какой вы, ой, а можно я буду приходить, возле ваших ног сидеть, рассказывайте, только разно, не молчите, Сергей, ну, поэтому, знаете, вместе с Горькой Пеллиней, ну, о нем случайно, я буду говорить, все это уже пережитый, вот, Сергей, я рад, я очень рад, что сподобен у меня, Господь, с братом моим пообщаться, храни вас, Боже, благослови во всех ваших путях, пускай радость пребывает, Господи, всегда с вами, вот, ну, что могу сейчас сказать, если получится, как-нибудь, я тут тоже быстро бегаю, у вас делов хватает, а я еще и быстро бегаю к делам, поэтому, ну, предварительно условившись, я был бы очень рад, и ночь, не ночь, не важно, и как вам удобно пообщаться, тем, тем, у меня вот так, то, что не сплю. Я думаю, будет время, пишите, я сейчас понял, для чего, я уже практически сутки не сплю, а меня Господь, это, я, ну, побудил не спать, я думаю, ничего не сплю, а я, он еще опять с ним сплю, беседа должна была состояться, ну, я рад тоже, пишите, звоните. Храни Божьего вас, храни вас, Субтитры сделал DimaTorzok